ММОРПГ Считаешь, что те времена уже не вернуть? Добро пожаловать на ZPV, лучшие сервера Perfect World. ZPV Phoenix, сервер версии 1.3.6. Классическая версия игры в стиле всеми любимого ZPV. Выбери свой путь в новом мире, общайся, сражайся и найди верных друзей. ZPV Nexus, новый сервер версии 1.4.2. Более поздняя, но также любимая игроками версия игры с дальнейшим плавным апгрейдом до версии выше и множеством улучшений и дополнений. Проект ZPV это приятная, удобная, комфортная и обновленная система построения контента в игре, которая позволяет тебе достойно развиваться, даже если ты крайне занятой человек. Максимальное понимание концепции разных версий с новыми обновлениями это особенность серверов ZPV. Честная и прозрачная система помощи в развитии проекта, отсутствие дисбаланса во внутриигровом магазине, высокий и стабильный онлайн, живая экономика, комфортные условия для игры, взрослая и дружелюбная комьюнити, обдуманные обновления и дополнения. Ну и конечно же регулярные ГВГ, турниры, конкурсы и ивенты под чутким руководством грамотной администрации. Все это доступно тебе прямо сейчас по ссылке в описании. Игровые сервера ZPV это твоя история. Твой идеальный мир. Разработчики MMORPG Profane некоторое время не публиковали обновлений для своей дорожной карты, и как оказалось это было не просто так. Сейчас Insane Game Studio обновили свою дорожную карту по состоянию на ноябрь, откуда мы узнали, что все время своего молчания они усердно работали над системами сбора и домовладения, которые теперь почти завершены. Вместе с этим была завершена работа над картой, мини-картой, защитными предметами для домов и несколькими другими системами игры. У разработчиков конечно еще довольно много работы, но процесс определенно движется вперед, что не может не радовать. На текущий момент у Profane нет даже примерной даты релиза, а доступна она будет на персональных компьютерах. Компания MyGames запустила на русскоязычных серверах MMORPG Аркейдж новое событие подарок аукциониста, которое позволит игрокам в течение недели получать различные предметы, включая кабриолет Белый Фантом. До 8 декабря вы можете навестить любого аукциониста у Врат в Мираж, и вам выдадут вместительную коробочку, внутри которой могут оказаться различные предметы. Стоит учесть, чтобы получить этот подарок, уровень вашего персонажа должен быть не ниже 30-го. Коробочку можно будет открывать раз в 8 часов. Со списком всех предметов, которые вы сможете получить из нее, можно ознакомиться по ссылке в описании. Разработчики Star Citizen из студии Cloud Imperium Games опубликовали на своем официальном ютуб-канале новое видео о своей постоянно развивающейся игре. На этот раз нам демонстрируют улучшения во внутреннем процессе подготовки свежих билдов Star Citizen. Разработчики обсудили обновленные инструменты проверки ассетов, которые теперь позволяют всей команде этим заниматься и выпускать в итоге контент с наименьшим количеством багов. Вторая часть видео рассказывает об обновлениях интерьера Polaris, которые довольно значительно меняют внутренности корабля из 2017 года. World of Warcraft Dragonflight не успел толком стартовать, а некоторые игроки уже сумели достичь максимального 70-го уровня и приступили к освоению высокоуровневого контента. Друид из Южной Кореи по имени Аделио сумел первым в мире достичь максимального уровня World of Warcraft Dragonflight. Для достижения цели ему понадобилось всего 2 часа и 25 минут. Аделио вместе с четырьмя своими приятелями перед отправкой на Драконие острова выполнили, но не сдали несколько заданий. В момент релиза аддона квесты были сданы и группа отправилась в новые земли, где под всевозможными прибавками к получаемому опыту и с помощью оптимального маршрута прокачки, игрок сумел достичь капа уровня менее чем за 2,5 часа. Пользуясь похожим способом, Охотник на Демонов Хаос Видын стал первым среди западных игроков, достигших 70-го уровня. Однако, если судить по затраченному на прокачку времени, а не моменту, когда максимальный уровень был взят, то лидером оказался Джинджи из гильдии Эко, который справился с задачей за полтора часа. Российская MMORPG Allod Online, издаваемая компанией MyGames, получила крупное контентное обновление Зов Приданий. Максимальный уровень героев был увеличен до 105-го, вместе с уровнем, необходимым для выполнения заданий, связанных с перерождением. В игре появилась новая локация — Иса. По сюжету Иса является родиной гиберлингов, которая долгое время считалась утерянной. Этот морозный аллот полон загадок и древних тайн, которые героям и предстоит разгадать, наладив отношения с аборигенами. Кроме того, обновление Зов Приданий принесло множество балансных изменений игровых классов, исправлены известные ошибки и произошло слияние подписочных серверов. Русскоязычная версия MMORPG Lost Ark в этом месяце получит крупное обновление «Непогода отменяется» с новым классом, событий, функцией и другими изменениями. Самой интересной новинкой для игроков будет новый класс под названием Аэромант, который станет вторым архетипом Творца. Персонажи этого класса имеют единство с погодой и владеют магией пространства, а потому способны призывать снега, ураганы и водовороты из ниоткуда. В качестве оружия Аэромант использует зонтик. К слову, именно этот класс вышел летом в корейской версии Lost Ark. Также частью обновления станет новая функция для новичков Мококопендиум, миссии Акрасия Экспресс, которые окажут хорошую помощь в прокачке персонажа, и события Снеговейные Хлопоты. Среди прочих изменений грядущего обновления стоит отметить новую систему МВП, хранилище образов и новую глобальную карту. Кроме этого разработчики приготовили еще другие изменения, о которых расскажут в ближайшие дни. Студия Сэндбокс Интерэктив поделилась подробностями праздничных ивентов, которые в скором времени появятся или уже стартовали в их ММО-песочнице Альбион Онлайн. В игре начался новый реферальный сезон. Приглашая друзей по персональной ссылке, вы получите в награду косметические предметы, которые позволят превратить вашего упряжного быка в празднично украшенного яка. Сезон завершится 1 февраля. Также в течение всего декабря в Альбион вернулось в святочное испытание. Выполнив задание ивента, вы можете наполученные очки приобрести в коллекцию снежного хаски, тематическую рамку аватара и различные косметические предметы. Компания Stormhaven Studios выпустила обновление с новым контентом и функциями для ММО-РПГ Эмберса Дрифт. Одной из самых главных новинок стала зона Редшорских хребет, которая расположена в северо-восточной части Редшора и рассчитана на 33-й плюс уровень. Когда-то ее покинули жители Нью-Хэйвена, а теперь на нее претендует недружелюбное племя SnatchScale. Кроме этого, разработчики добавили в игру новые виды пепельных монстров, больших и опасных бродячих мобов и возможность вставлять ссылки на предметы в чате. И не только. Важной частью обновления стали исправления нескольких ошибок, вместе с улучшением пользовательского интерфейса и других элементов игры. А вот проблема с утечкой памяти, к сожалению, все еще не решена. Однако разработчики отмечают, что сервера остаются чрезвычайно стабильными, и они не столкнулись ни с одним падением с выхода последнего исправления несколько недель назад. Tower of Fantasy сумела стать лучшей игрой для планшетов по версии Google Play, обогнав такие проекты, как Angry Birds Johnny, Catalyst Black, Diablo Immortal и Papers, Please. В честь этого события разработчики приготовили игрокам небольшой подарок. Мы очень рады сообщить, что Tower of Fantasy была названа лучшим проектом для планшетов по версии Google Play в этом году. Спасибо всем странникам и Google Play. Мы хотели бы подарить 10 красных ядер всем странникам за вашу поддержку. Пожалуйста, проверьте награду в игре. Напоминаем, Tower of Fantasy доступна прямо сейчас по всему миру на персональных компьютерах, а также мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Недавно было сообщено, что глобальная версия MMORPG Alien закроется в декабре текущего года. Теперь же аналогичные новости пришли от Какао Геймс из Южной Кореи. Издательство сообщает, что корейская версия игры прекратит свое существование 2 марта 2023 года. Еще есть вероятность, что новый класс Пульс Шутер уже никогда не увидит свет. Напомним, до релиза Alien была известна под названием Ascent Infinite Realm и должна была стать революционной MMORPG для персональных компьютеров благодаря набору уникальных возможностей. К сожалению, ожидания не оправдались, а потому проект будет закрыт. Релиз MMORPG Astalofatra, которая является блокчейн-версией Astelia, должен был состояться 30 ноября, однако издатель решил перенести выход игры на несколько дней. Новая дата запуска Astalofatra стала 8 декабря 2022 года. Перед загрузкой клиента игры стартует несколько раньше, 7 декабря. На текущий момент игрокам все еще доступна предварительная регистрация на Astalofatra, за которую можно будет получить разнообразные внутриигровые подарки в виде специальных коробок с полезными предметами. Напомним, Astalofatra является блокчейн-версией MMORPG Astalia, которая ранее была дважды закрыта на Западе и в Южной Корее. Единственным отличием Astalofatra от Astalia является возможность продавать своих питомцев за реальные деньги. Разработчики MMORPG New World опубликовали новое 24-минутное видео, в котором рассказали о том, какой контент планируется добавить в игру в течение весны и лета 2023 года. Что же касается этого месяца, то скоро игроков ожидает фестиваль «Зимняя конвергенция», в рамках которого игроки в командах из 15-20 человек будут сражаться с новым «Зимним воином» для получения особых наград. В будущем планируются изменения в системе территорий, которые должны будут помочь ситуациями, когда одни и те же игроки владеют определенными территориями в течение долгого времени. Что же до дорожной карты на будущее, то выглядит она вот так. Если коротко, нас ожидает новая экспедиция, система хранения сетов экипировок для быстрого переключения между ними, весенний фестиваль, улучшение MSQ, система трансмагрификации, возможность объединяться в рейд, причем, насколько я понял, сам рейд тоже подвезут, кросс-серверное PvP Wild Post Rush и летний фестиваль. Отечественные разработчики из студии GFA Games опубликовали у себя в социальных сетях стилизованную карту мира своей грядущей MMORPG Pioneer. Советский остров Тартар, как вы можете видеть, поделен на несколько зон, однако принцип деления, к сожалению, на данный момент неизвестен. Чего мы все ждем, так это дополнительных подробностей о дате релиза или каких-либо тестирований от разработчиков. Они же, в свою очередь, с относительной регулярностью публикуют посты с рассказами о лоре игры и тех, кто населяет ее мир. Ну а два месяца назад, напомню, GFA Games опубликовали новый геймплейный трейлер своего проекта. Кроссплатформенная MMORPG Один Вальхала Райзинг от студии Lionheart на днях получила крупное обновление, которое, наконец-то, добавило в игру систему осад замков. Осады будут проходить раз в две недели, причем первую битву обещали уже на этой. Процесс осады состоит из четырех этапов, аукционные торги за билеты на осаду, отбор, подготовка и, собственно, сама осада. Ивент будет проходить в пределах одной группы серверов. Если заинтересовались подробностями, спойлеры их довольно много, то все это дело, как всегда, можно найти по ссылке в описании. На днях компания Крафтон представила ролик по неанонсированной игре с рабочим названием Project Windless. Причем это уже второй трейлер, однако только относительно недавно стало известно, что вышеупомянутая игра не какой-нибудь сингл, а вполне себе полноценная MMORPG. На неделе мы с вами обязательно ознакомимся с этим проектом поближе. Пока же можно полюбоваться разнообразными пейзажами и городами, которые будут представлены в игре, а также посмотреть на расы, персонажи и окружение. Если коротко, Project Windless это MMORPG в фэнтезийном сеттинге на Unreal Engine 5, с проработанным большим открытым миром, основанным на цикле книг «Птица, которая пьет слезы» Ли Йондо. С несколькими фракциями, социальным взаимодействием между игроками, богатыми возможностями Крафта и многим другим. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Маддлер, это портал Гохару, еще услышимся.